Сестры, за этот утренний час, за это время, которое Господь нам подарил, по милости Его, и мы в Доме Божьем. Это самое хорошее время, которое Господь дал нам быть в Доме Господнем, иметь общение с нашим Господом. Вы знаете, мы имеем общение с тем, который дал нам жизнь и благословил нас до этого места, хранил нас по милости Его, хранил наших детей, нас и привел в Дом Божий, где мы имеем общение с нашим любящим и добрым Отцом, который дал нам жизнь через Иисуса Христа, вечную жизнь. И поэтому народ Божий сегодня прославляет имя Того, Который сохранил нашу жизнь до этого часа. И по милости Божьей мы на этом месте будем призывать имя Господне, чтобы Господь наполнил наши сердца Духом Святым, наполнил нас любовью, миром, благодатью, чтобы услышал наши все молитвы, которые мы просим Его, которые сегодня мы взываем к Нему и умоляем Его Святое Лицо. Хотелось бы прочитать несколько мест Священного Писания, и мы будем молиться нашему Господу. Читаю место Священного Писания, глава 4, 4 Царств, 2 Полустишия. Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожник набери немало, и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды полные, оставляй. Второе место Священного Писания, это Бытие, глава 35, 2 стих. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. Вы знаете, братья и сестры, было время, когда Иаков сказал дому своему, что пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник святому Богу. Но прежде чем устроить жертвенник святому Богу, сперва нужно очистить себя, осветить себя, освободить себя от грехов и беззаконий, чтобы предстать перед величием святого и праведного Бога. И Елисей говорит этой женщине, что у тебя? Она говорит, ничего нету, кроме сосуда селеем, ничего больше у меня нету. И как хорошо, чтобы в нашем доме было слово Господне, чтобы оно действовало в наших сердцах, в наших домах. И Иаков говорит, пойдем, предстанем перед величием Бога, выбросьте от себя этих богов чужих, и серьги, и все, что у вас есть, выкиньте, и он закопал под этим дубом. Братья и сестры, прежде чем предстоять перед величием Бога, нужно осветить себя, очистить себя от грехов и служить живому святому праведному Богу, иметь с Ним это тесное общение и тесную связь. Поэтому сегодня, предстоя перед нашим Господом, мы будем освящать себя, очищать, освобождать себя от этого всего, что не служит имени Господнему. Поэтому сегодня с нами Господь. Он на этом месте. И как хорошо, когда народ Божий идет в дом Божий. Это самое драгоценное время и место, где пребывает Господь среди народа своего. И сегодня Он на этом месте. И мы славим имя Господне, потому что мы знаем, что Он пришел сюда, чтобы услышать нас, наши молитвы, наши прошения, наши моления к Нему. И Он Господь, Который наблюдает за всеми нами. Братья и сестры, хотелось бы еще прочитать одно место священного Писания. Это Езекииль, 8 глава, 11 стих. И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними. И издение сын Сафанов среди них, и у каждого в руке своей кадило, и у стоя облако курения возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева? В темноте, каждый в расписанной своей комнате, ибо говорят, не видит нас Господь, а ставил Господь землю сию. И сказал мне, обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня к уходу во врата дома Господня, который в север, и вот там сидит, и там сидят женщины, плачущие по Фомузе. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости. И вел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дворей храма Господня между притвором и жертвенником около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. Вот было время, братья и сестры, когда эти люди поклонялись, вроде бы они думали, и что они поклоняются живому Богу. А оказывается, они поклоняются идолам, поклоняются этим бесовским идолам, и думают, что Господь оставил землю, думают, что Господь не видит ничего, но Господь, Его святое око, оно наблюдает за всей землей, и сегодня Господнее око на этом месте. Оно наблюдает за всеми нами, кто что делает и как делает, и кто как ходит перед величием Бога. Бог за всем наблюдает. Слава Ему! За то, что Он наблюдает за всеми нами, за то, что Он видит всех нас, имеет с нами тесную связь и общение. Слава Господу! Поэтому будем молиться нашему Господу, зная, что Он сегодня на этом месте, Он здесь сегодня присутствующий Духом Святым. Сегодня среди нас Святой Господь. И Яков говорит, предстанем перед Ним, и поклонимся Ему, и воздадим Ему славу, приносим Ему жертвоприношение, и мы сегодня, предстая перед величием Бога, приносим Ему жертвоприношение, плод уст, прославляющих имя Его Святое. И сегодня Господь наблюдает за нами. Поэтому, братья и сестры, будем молиться нашему Господу, будем умолять Его лицо, чтобы Он наполнил наши сердца в этом зале, наполнил наши души, чтобы имя Господне прославлялось. И кто сегодня не свободен еще, Господь наблюдает за нами и может дать свободу человеку, потому что Он Господь освободитель. Пока еще человек на этой земле, пока еще живет он в теле, есть время освободиться, есть время исповедоваться, есть время покаяться перед величием Бога, иметь с Ним тесную связь, потому что Иаков говорит, бросьте Бога у чужих, иначе вы не можете предстать перед величием Бога, если вы не очиститесь, не осветитесь, Господь не имеет никакого с человеком, ну как бы, общения, если у него есть грех. Он хочет, чтобы человек освободился, очистился, и тогда Господь имеет общение с человеком, потому что Он Бог святой, Он святой Господь, Он наблюдает за всеми нами, поэтому склоним наши колени, будем молиться. Аминь.